Приветствую вас. Прежде чем говорить о рекомендациях, прежде чем говорить о том, как вам, собственно, быть, давайте я сначала укажу вам на те неточности, на мой взгляд, на те моменты, которые нужно прояснить. Первое. То, что по форме вашего вопроса очень сильно похоже, что вы задали его в раздел «Эзотерики». То есть он предназначается для эзотериков по своей форме. Почему? Ну, потому что вы не приводите никаких моментов, никаких аргументов, не скрываете никакой информации о том, например, на какой почве вы разошлись. То есть да, вы написали, что он больше ничего не хочет, но ведь он же не сразу вам сказал, что ничего больше не хочет. Наверное, это началось с какого-то момента. Наверное, вы чувствовали уже раньше, что что-то не так. Вы не очень подробно об этом говорите. То есть, понимаете, тот факт, что вы имена свои назвали, да, Надежда, Сергей, это тоже говорит как бы о том, что вы задали свой вопрос как бы эзотериком. А психология – это наука. Здесь не гадают, здесь применяют стандартные классические научные методы. Поэтому, исходя из того, что вы задали свой вопрос в разделе психологии, я попробую вам ответить, как психолог. А если вам нужно, чтобы вам погадали, то, соответственно, задайте свой вопрос в раздел «Эзотерик». Там вы получите именно на свой вопрос такой же ответ. Это первое. Второе. Вы были вместе с парнем 2,3 года. То есть, 2,3 года. Из них 9 месяцев вы жили вместе. Первый, наверное, вопрос, который вам хочется задать. Почему так долго вы встречались и почему так поздно начали жить вместе? Второе. Вы разошлись. Он сказал, что больше ничего не хочет. Получается, что его не устраивала ваша совместная жизнь и что-то мешало ему чувствовать себя рядом с вами свободным, свободным, реализующимся, непринужденным и так далее. По какой-то причине он испытывал давление на себя. Дальше. Вы пишите, не видит будущее со мной. А вы чем-то его не устраиваете в его видении будущего. То есть, у человека есть определенное представление о том, каким должно быть его будущее. И у него есть также представление о том, как женщина себя ведет в этом самом будущем. И если мужчина говорит, что с вами он будущего не видит, значит, вы не соответствуете тому образу, который он себе представлял. Ну, вообще говоря, для отношений это далеко не самый лучший расклад, потому что если человек не воспринимает другого таким, как он есть, а старается подогнать его под, собственно говоря, какой-то образ, под какой-то стереотип, старается вогнать в какие-то рамки, то это всегда неприятно для того, кого пытается в эти рамки подогнать. И вам здесь нужно задать себе такой вопрос. Вот вы понимаете, чего хочет от вас мужчина? Понимаете вы, в чем именно вы не устраиваете его, как женщина? То есть, почему он не видит своего будущего с вами? Что ему мешает это сделать? И далее вам нужно ответить себе на вопрос. Можете ли вы его удовлетворить в том, чтобы соответствовать тому представлению, которое у него есть по отношению к его женщинам? Если вы можете это сделать, если вы можете предоставить ему то, что ему нужно, то, чего он хочет и так далее, то постарайтесь это сделать. Ничего плохого в этом нет. Мужчине просто нужно дать время сейчас для того, чтобы он успокоился, чтобы он побыл без вас, чтобы он нейтрализовал для себя те негативные моменты, связанные с вами, которые у него есть. А после просто своим поведением покажите, что да, вы соответствуете тому представлению его о женщине, которая у него есть. И если он, скажем так, видит препятствия только в этом, и если вас устраивает такой его подход, то есть, если вам, условно говоря, нравится или не вызывает отторжения тот факт, что ради того, чтобы быть мужчиной вам нужно что-то вот для него такое сделать, да, то есть, как-то вот соответствует, например, там, его интересам и прочее, если вас это устраивает, если вы к этому относитесь нормально, то тогда просто дайте ему то, что он хочет, и я думаю, что проблем как таковой не будет. Если же для вас это является чем-то сложным, если же для вас представляется невозможным без ущерба для себя дать ему то, что мужчине, дать мужчине то, что он хочет, то вам этого делать не нужно. Потому что подобное не приведет ни к чему хорошему. Подобное приведет лишь к тому, что вы будете видать все больше и больше телесоценностей в его глазах, и тем самым ситуация будет складываться так, что мужчина будет ценить вас все меньше и меньше и меньше. И в итоге это вновь приведет к расставанию. И самое главное, что это приведет к тому, что вы будете чувствовать себя постоянно несчастным. Пожалуй, именно так можно ответить на ваш вопрос с точки зрения психологии, с точки зрения той информации, которую вы предоставили. Если у вас возникнет желание проработать более детально свои позиции, если у вас есть желание действительно сохранить эти отношения с помощью психологических методов, то тогда можете написать мне в личку, и мы с вами более конкретно поработаем. Пока. Пока. Желаю вам удачи. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго. Пока. 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 Пока.